Здравствуйте, друзья! С вами на канале «Голос Силиконовой Долины» Светлана Портнова. И у нас есть вопрос. Вопрос звучит так. Хотела бы спросить у вас про детей и самореализацию. Это мой вопрос. Мне 26 лет, в браке уже 3 года. Работаю психологом и преподавателем математики. Закончила аспирантуру, думаю, получаю второе образование. С мужем путешествуем по мере возможности, много ходим, гуляем. Вопрос в чем? Вроде пора уже заводить детей. Однако мне кажется, что вокруг столько интересного, курсы, конференции, книги, новые страны, что если я заведу детей, то буду сидеть дома, ведь ребенок требует полного внимания. Многие мои знакомые уже родили детей. Как вы думаете, как соблюдается баланс между семьей и самореализацией? Ой, такой вопрос, прям я обожаю такие. Ну, начала бы я с того, что заводить ребенка или не заводить ребенка, должна быть внутренняя потребность в этом. Женщины так устроены, что если пришло время появиться детенышу, то кликают так называемые биологические часы. И возникает такое непреодолимое желание иметь ребенка, что все остальные вопросы уже уходят на второй план. Не вопросы о том, что придется сидеть дома, а не путешествовать. Не вопросы о том, что как же я буду самореализовываться, не получу второе образование. А просто хочется и все. И я вас уверяю, у меня когда дочке было 5 лет, я училась в аспирантуре. И это не было легко, но ухитрялось соединять это все вместе, и воспитание ребенка, и домашние какие-то обязанности, и учеба в аспирантуре. Вопрос в том, что само рождение ребенка должно быть долгожданным и очень сильно желаемым. Если этого нет, то тоже может быть вариант. Мы о нем поговорим немножко позже. Но давайте сначала поговорим о желанности этого ребенка. Так вот, когда чувствуешь, что ребенка иметь хочется, и даже если не позволяют условия, и даже если работа не такая, на которой хотел бы работать, и даже если непонятно, то этого ребенка все равно надо иметь, потому что ребенок привносит в семью совершенно другой смысл содержания. Я в каком-то видео говорила о смысле жизни и говорила, что одним из ключевых моментов является востребованность и отдача. И в этом и состоят ключевые моменты смысла жизни. Так вот, этот ребенок, этот беспомощный комочек создает нам и востребованность, и отдачу. И это колоссальное удовлетворение и рост в духовном смысле для себя самого. Это очень тяжелый труд. Когда маленький ребеночек плачет по ночам, и нужно еще сделать кучу дел, и ночами не спишь, это все очень тяжело. Но, тем не менее, когда этот ребеночек вдруг вам улыбается, или вы видите, что он безумно на вас похож, или похож на супруга, или что-то такое, это такой всплеск эмоций, за которые все отдашь. И вот это тот момент, который говорится, да, все-таки детей иметь надо. Не потому что они в старости подадут стакан воды, хотя это тоже имеет место, когда человек уже выходит из детородного возраста, и нет у него детей, и в принципе он всю жизнь прожил свое удовольствие, и продолжает жить свое удовольствие, его жизнь теряет какую-то насыщенность, что-то упущено. Однако, не могу сказать, что детей нужно иметь абсолютно всем. Если у человека нет такого клика, например, его биологические часы молчат, то ли они сломались, то ли ему по природе не суждено, то, наверное, в этом ничего страшного нет. Такой человек будет себя реализовывать в образовании, в путешествиях, в контактах с другими людьми, и это тоже путь. Но, допустим, человек сказал себе «Окей, у меня часы не кликают, что-то они вообще-то застоялись, не сломались ли они?» Но потребностей иметь детей нет. Но все знакомые уже имеют детей, и кажется, что как-то я опаздываю на тот поезд под названием «Семья и жизнь». Ну, я бы сказала такую вещь, что есть очень многие родители, которые не в состоянии, в силу природных каких-то данных, не в состоянии заниматься детьми с утра до вечера. Именно потому, что это очень тяжелый труд. Но, тем не менее, они получают ту же самую компенсацию и насыщенность своей жизни, когда у них есть ребенок. Но в Америке, наверное, с этим немножко проще. То есть, если люди реализованы, если они зарабатывают нормальные деньги, то в таких случаях берется няня, может быть, няня с проживанием, которая ухаживает и выполняет всю самую трудоемкую часть работы по уходу за ребенком. А родители дают ребенку только то, что действительно только родители могут дать. Свою заботу, свое внимание, воспитание и так далее, и так далее. В этом смысле немножко родителям полегче, конечно. И ребенок тоже будет им вносить в их жизнь огромное разнообразие. И будет в какой-то момент времени являться действительно, не хочу сказать, всю жизнь, но в какой-то момент он будет собой настолько заполнять все их пространство, что это будет являться смыслом их существования в этот момент времени. Что, может быть, так оно и стоит сделать. То есть если человек, допустим, часы у него не кликают биологические, а ребенка заводить надо, и есть материальные возможности иметь няню или бабушку, или кого-то, кто возьмет на себя заботы по этому ребенку, то можно и продолжать образование, можно и получать второе образование, и путешествовать, и так далее, и так далее. Но ребенок наполнит жизнь другим содержанием. То есть когда ты понимаешь, что у тебя жизнь на отдачу, когда ты понимаешь, что ты этому маленькому ребеночку, который еще вчера совсем ничего не умел, а сегодня он уже разговаривает, а завтра он уже задает вопросы, и ты можешь на эти вопросы каким-то образом ответить, и он на твоих глазах становится умнее, и ты думаешь, вот это оно и есть, вот это и есть счастье, вот это и есть смысл жизни. Поэтому трудно ответить так на вопрос. Вопрос звучал так. Как вы думаете, как соблюдается баланс между семьей и самореализацией? Я думаю, что баланс соблюсти можно. Все зависит от настроя человека, от того, чего он, собственно, хочет, и от того, насколько ему нужны дети. То есть если это просто дань тому, что все вокруг имеют детей, а у него, он может себе позволить ребенку или не позволить, то он, в принципе, может решить этот вопрос как-то в своей системе координат. Но, безусловно, баланс между саморазвитием и семьей соблюсти можно. Я это говорю не понаслышке, а потому что я это делала. И как бы я не считаю себя в чем-то, что я чего-то не доделала в своей жизни просто от того, что у меня был ребенок. Не могу так сказать. Но то, что это наполняет жизнь, безусловно, совершенно потрясающим содержанием, это абсолютно точно. Ну, а дальше уже у всех разные, у всех разные потребности. И каждый выбирает для себя. Ну, вот на этом бы я и закончила. Спасибо. Пока.